И у нас в гостях человек, который приложил руку к тому, чтобы поразить российского президента в самое сердце. Заинтриговал? Ну, открываю все карты. У нас в гостях актер Павел Прилучин. Ваш привет. Ну, помоги мне объяснить зрителям, о чем идет речь. Хотя все, конечно же, уже догадались о фильме, где ты играешь главную роль. Хочется узнать подробности. Здравствуй, Вадим. Речь идет о фильме «Рубеж», который очень скоро выходит на экраны телевидения. И я, если правильно понимаю, президент его уже посмотрел. Он его посмотрел, я ошибся, не только на экраны телевидения, но и на большие экраны. Президент посмотрел, и ему очень понравился фильм. Он тронул его, президент смотрел фильм вместе с ветеранами. И, конечно же, первый вопрос был, типа, как вам фильм? Он ответил что-то, что-то, я не помню, что конкретно, но, типа, мне фильм очень понравился. Он попал туда, куда вы хотели. Нет, в сердце. В сердце. Ну, и тут самое время, наверное, рассказать, о чем кино. Мы же понимаем, что президент человек занятой, и я бы, какой фильм смотреть не будет. О чем? Коротко только, Паш. А-а-а, коротко этот фильм, наверное, о том, как молодой, дерзкий, циничный бизнесмен перемещается во времени. Вот. И сквозь это он меняется, он попадает на Великую Отечественную войну. И через это, через эти судьбы, страдания, он все-таки меняется и превращается в совершенно другого человека. Надо смотреть. Так что рассказывать? Надо смотреть. Согласен. Ну что ж, я должен сказать, что премьера фильма «Рубеж» состоится уже через несколько дней. 22 февраля. Во всех кинотеатрах страны обязательно сходите в кино. Ну а, возвращаясь, Паш, к тебе, я тут, готовясь к интервью, заглянул в твой инстаграм. Первое, на что я наткнулся, это был пост «Путин в восторге от фильма с Прилучным». Ну что сказать, во-первых, излишней скромностью ты не страдаешь, во-вторых, мы поняли намек, что Владимир Путин знает актера Павла Прилучного. Ну а теперь давай проверим, насколько ты хорошо знаешь своего зрителя, причем не абстрактного, а вполне конкретного зрителя. Сейчас я спрошу от Центра избиркома, это не будет агитацией? Нет, да? Насколько ты знаешь Путина, согласен? Да, попробуем. Ну что ж, начинаем. Итак, Владимир Путин, автор одной популярной книги. Тут всего два варианта ответа. Правда или вы все врете? Вы все врете. Мы все врем, но оказывается это правда. Если порыться в библиотеке, ты, кстати, надеюсь, пойдешь туда скоро, то можно найти книгу Владимира Путина. Называется она, нет, не мировой порядок, а учебник по дзюдо. Серьезно? Второй вопрос. Однажды Владимир Путин чуть не сгорел при пожаре. Чем, кстати, не сюжет для политического триллера. Ну, как думаешь, это правда? Вы все врете. Мы все врем. Ну, знаешь, об этом действительно немногие знают, но в 96-м году в деревне Соловьевка у семьи Путина сгорела дача со всеми вещами и ценностями. Так вот, Владимир Путин сам рассказывал об этом автором книги «От первого лица». Так. А ты знаешь, и последний вопрос. Владимир Путин небольшой любитель перемен. И опять всего два варианта ответа. «Так и есть». Или второй вариант. В 37-м за такие вопросы вы бы загремели на Колыму, и я вместе с вами. Перемен или перемены? Не важно. Не важно, тут перемена может быть в школе. Я понял, ты испугался. Зря ты испугался. Этот вопрос совсем не про политику. Президент однажды сам признался, что не любит ничего менять, но имея в виду, что переезжая в новый кабинет, не устраивает в нем перестановок и даже мебель не меняет. Ну а в последнее время ему даже переезжать никуда не приходится. Постоянное стабильное место работы. Москва, Кремль. Все нормально? Угу. Паша, спасибо тебе за то, что ты к нам пришел. Спасибо. Я хочу сказать, что у нас в гостях был исполнитель главной роли фильм «Нерубеж», актер Павел Прилучный. Спасибо тебе огромное.